Издание Билд сообщает, что зимнее наступление Путина уже провалилось. Россия все так же далека от захвата Купецка в Харьковской области, Авдеевке в Донецкой области из результатов тысячи погибших российских солдат и более 400 единиц уничтоженной боевой техники. Сдерживать новое наступление Украина сможет, насколько хватит боеприпасов. России же придется снова собирать резервы, чтобы пойти в очередное наступление. О чем говорит эта публикация Билд и можем ли мы с уверенностью заявить о том, что действительно зимнее наступление провалилось? Ну это было очевидно и понятно, что Россия не может уже наступать. Серьезно, масштабно. Какие-то отдельные вылазки, отдельные участки, отдельные. Тут еще что-то они могут делать. С точки зрения широкомасштабных действий, конечно, тут нет никакой перспективы. Поэтому это наступление не только очередное, но очередное бессмысленное наступление, поскольку война в этом смысле с точки зрения захвата территорий, победы военной для России на территории Украины не имеет никакой перспективы. Россия не может победить в этой войне. Потери уже чудовищные. Эти потери нарастают, они складываются арифметически. И, как говорится, в философском законе перехода количества в качество, то это количество погибших во видных инструкций все равно превращается в серьезные потери качества российской армии, российского государства с точки зрения его военной эффективности. Поэтому никакой перспективы нет в России. И все эти наступления – это просто потакание амбиций, попытка выйти на какие-то энергетические рубежи и абсолютное бессмысленное уничтожение людей на поле боя. Вот это то, что мы должны понимать сейчас по наступательной возможности российской коррупционной армии. Да, но в это же время у нас тут есть одно утяжеляющее обстоятельство на 2024 год – это выборы. Ну, или это, наверное, нельзя называть выборами. Сама переназначение Путина на пост президента в России. И вы, очевидно, тоже видели и слышали много, писали о том, что то до такого числа пытаются там, то взять Авдеевку, то Купянск, то еще чего-то там, то до выдвижения. Вот сейчас разговоры о том, что до выборов надо показать какие-то результаты, чтобы вот Путин шел на эти выборы с каким-то а-ля победой. Это обстоятельство играет в сторону того, что будут всеми силами, всеми правдами и неправдами пытаться все-таки усилить наступление на линии фронта? Ну, понятно, что они хотят какую-то там вишнуку на торте, но я думаю, что этой вишнуки не будет. Ресурсы истерпанные, боевые возможности армии отсутствуют такие для серьезных действий, серьезных побед. Поэтому хотеть и мочь – разные вещи. Ну, они хотят, да, что-то показать. Да. Военный паритет давно установился, и сейчас решается вопрос о том, получит ли Украина преимущество или нет. Вот по большому счету все эти голосования в Конгрессах, все эти решения Европейского Союза, они и решают эту задачу. Получит Украина преимущество или не получит. И понятно, что сейчас все больше и больше политиков, больше политических сил понимают, что это война. Ну, вот я все время говорю, что это не война России и Украины, это война мировая, по сути дела, между тираниями и демократией. И демократии не могут проиграть. И вот это понимание, что война, тирания и демократии не может быть демократией проиграна, а тут еще, как говорят, события в ГАЗа показали, какие могут быть последствия прориша войны, демократии и вот этим тираниям. Вот это понимание, что войну проиграть нельзя, оно все-таки сейчас доминирует, на мой взгляд, начинает доминировать в политических кругах западных стран. Выборы в России не являются выборами. Выборы в России это есть просто манипуляция в лучшем случае общественного создания. По большому счету это преступление, которое происходит, поскольку это фарс, это подтасовка, это проведение абсолютно незаконных выборов на оккупированных территориях и так далее. То есть никогда еще эти выборы не были настолько криминальны и преступны, чтобы они понимали, что происходит. Они, конечно, попытались бы что-то сделать, но вряд ли у них это получится. Поэтому нужно исходить из реалий, а не из желаний. А реалии такие, что желание победить, доказать, наступать, захватывать территорию, нереализуемо на сегодняшний день. А есть ли граничная черта, верхняя жертв, на которой готов пойти этот диктаторский режим для того, чтобы достигать своих целей? Ведь мы уже слышали в начале войны, что вот это количество станет для Путина критическим. Мы уже по некоторым данным видим, что это количество давно перевалило, далеко пошло вперед. И тем не менее все продолжается. Или же, если мы говорим о тирании, автократии, то этой граничной полоски нету? Ну, ее невозможно, по крайней мере, как говорится, измерить в граммах, в цифрах, в людях, в числе потерь и так далее, в числе жертв. Она будет определяться каким-то эмпирическим эмоциональным путем. Наверное, ресурсы российской армии ограничиваются той коммерческой, по сути дела, мобилизацией, которую мы сейчас наблюдаем. То есть организация найма на военные убийства за деньги. Что сейчас происходит? Сейчас работает конвейер. Конвейер сейчас засасывает в свой оборот людей, которые готовы за деньги продаваться, идти убивать и рисковать своей шкурой, своей головой. Пока вот этот поток денежный, который выливается на, в основном, малооплачиваемые регионы, социальные группы населения и так далее, работает. То есть на их голову посыпался, на их несчастные голову посыпался, бестолковые и несчастные голову посыпался золотой дождь. Они охренели, обалдели от этого количества денег. Если они там имели зарплату в 25 тысяч, то им платят сейчас миллион только в первые месяцы. Это сразу, грубо говоря, 40 зарплат. 700 тысяч подъемных и первая зарплата. Ну, получается, в общем, в первые месяцы они получают почти миллион. И эта цифра продолжает расти. Действительно, там сейчас выплачивают и большие суммы за потери кормилицы, до 7 миллионов и так далее. То есть пока Путин заливает вот этот вот костер войны, агрессии, деньгами тупо заливает. Или там масло добавляет в огонь, вот это коммерческое, денежное масло, деньги льет просто. И они сгорают в этом костре войны. Как только вот это кончится, я думаю, это будет под предел. Почему? Потому что на принудительной мобилизации, которую мы видели в сентябре 2023, господи, 22-го года. 22-го, да. Извините, уже ответите. Начинают путаться даты. В 22-м году, 21 сентября, когда была объявлена, она привела к всеобщему, условно говоря, не обижайтесь, бабе ему вою по России и протестам. И это испугало власть, на самом деле. Она начала маневрировать. Отсюда вот появилась концепция конвейера наемных убийц за большие деньги. И как только вот это закончится, пушечное мясо, которое готово погибать за какое-то количество сотен тысяч, или там, может быть, пару-тройку миллионов рублей, закончится мобилизационный ресурс России. Уже Путин будет вынужден прибегать к принудительной мобилизации. И это начнет, на мой взгляд, подчеркиваю мое мнение, вот это начнет разрушать вообще всю армию, разрушать нынешнее, как бы так сказать, негласное соглашение между Путиным и беднейшими слоями России, которые получают деньги, добровольно отдают своих националей мужей на алтарь войны. Вот мне кажется, как только вот это прекратится на наим пушечного мяса за деньги, которым они сейчас восполняют бреши, провалы в армии воюющей, закончится мобилизационный ресурс. Где-то, на мой взгляд, вот так. Давайте еще одну информацию попробуем с вами проанализировать. Осенью 22-го года у Путина было три основных сценария ядерного удара. Об этом пишет в своей книге корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов, которого цитирует Washington Post. Первым из них было крупное нападение на саму Россию, особенно с участием НАТО. Второй сценарий – это возможность потери физического контроля над Крымом. И третьим, по словам высокопоставленного чиновника разведки США, была победа Украины на поле боя, которая полностью разрушила бы российскую армию так, что российское государство почувствовало бы экзистенциальную угрозу. По данным Трофимова, американцы в 22-м году осенью не позволили ВСУ наступать в Запорожской области с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Давайте разберемся, что эта информация значит. Если мы воспринимаем эту информацию как достоверную и воспринимаем эту точку, что Крым – это тот сценарий, при котором Путин готов применить ядерное оружие. Президент Зеленский назвал Крым основным приоритетом на 2024 год и, по крайней мере, изоляцию Крыма, если не возвращение. Это все может привести действительно к ядерному удару или это очередные пугалки? Мы сейчас говорим о возможности, о вероятности. Конечно. Мы с вами сейчас не можем оценить реальность намерений Путина применить ядерное оружие. Я всегда считал и продолжаю считать, и говорил об этом открыто в эфирах, что критическим этапом войны с точки зрения применения оружия, массового уничтожения, станет тот момент, когда Путин почувствует в полном объеме этот проигрыш, когда армия побежит, когда наступательные действия на Украинские вооруженные силы примут масштабный характер. Вот в этот момент угроза применения, подчеркиваю, угроза применения ядерного оружия, пусть ограниченной мощности, она будет максимальной. Дело тут даже не в том, что экстрациональная угроза. Для России нет никакой угрозы ее существованию как государственного формирования, как нации и так далее. Понятно, что освобождение чужих территорий для России не представляет никакой экстрациональной угрозы, то есть не оставить под угрозу ее существования как государства. Вопрос в том, что это оставит под угрозу режим Путина и самого Путина, его жизнь. Потому что Путин неразрывно связал свое обладание политической властью с продолжением своей жизни. Но, наверное, в чем-то он прав. И вот это будет угроза экзистенциональная для путинского режима. То есть мы должны с вами четко отделять режим от страны. Для путинского режима это будет серьезная угроза. И вот в этот момент ситуация будет максимально критическая, максимально опасная. Я лично думаю, что ядерное оружие применено в этой войне не будет. Потому что это будет фактически означать удар по самому Путину. Риск его убийства разными силами, разными способами. Это может быть как внутренний переворот с ликвидацией Путина. Это может быть какой-то военный удар. Это может быть все что угодно. И поэтому для него риск смертельный. Он это понимает. Его об этом давно предупредили. Поэтому он не пойдет. Он будет маневрироваться, он будет что-то еще делать, он попытается. Но применение ядерного оружия, на мой взгляд, в этой войне не будет. Но при одном условии. Если она не будет тянуться годами. Война должна закончиться. Война должна закончиться в обозримом ближайшем будущем. Тогда у Путина не будет возможности и готовности применить ядерное оружие. Чем дольше тянется война, тем больше у нее есть возможности и ресурсов. Защитить свою жизнь в случае ответного удара. Я не знаю, отрыть новые бомбоубежища, укрепить их. Расширить, сделать какие-то подземные коридоры, города, туннели и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что риск, конечно, будет такой. Мы должны его учитывать. Но реальный ядерный оружие применение не будет. И бояться этого не стоит. Потому что это полностью меняет ситуацию. Внутриэлитный даже. Ведь, допустим, Путин, предположим, может какое-то время где-то укрываться. Но совершенно понятно, что все остальные под ударом. Семьи, дети, внуки. Никто не хочет, чтобы это произошло с ними. Мне кажется, на это надо тоже работать очень серьезно. И потому что, еще раз говорю, Путин может какое-то время спасаться от возмездия. Но совершенно очевидно, что этого не могут сделать все остальные. Подавляющее большинство. Ну, будем считать, что этот сценарий реалистичен. Не побеждать Путина тоже невозможно. Если Путин каким-то образом не проиграет эту войну, это будет мировой коллапс и кризис. Военный, причем не политический. Какой-то там, а военный коллапс. То есть, сразу выползут изо всех щелей вот эти все тираны-диктаторы и начнут применять вооруженную силу, военную силу для достижения своих криминальных, по сути дела, целей. То есть, будет полностью дистанализирована обстановка в мире. Да, ситуация непростая, она рисковая. Здесь нужно просто четко выбирать. Вот почему мы говорим, что должны быть стратегии в отношении России, которой сейчас нет. Которой нет. И в этом же самая большая проблема. Вот вы говорите о том, что война должна закончиться в обозримом будущем. И, конечно же, нам бы этого хотелось. Но в то же время, если оценивать реальность, которая есть, появилась информация об этой тайной встрече в Рияде, которая состоялась в декабре, где были представители стран J7, представители Украины. Понятно, что Россию никто не приглашал. И говорили о формуле мира определенной. Украина стояла четко, ну это, если верить источникам Блумберг, опять же таки. Украина стояла четко на позициях того, что суверенитет, территориальная целостность, никаких переговоров прямых с Россией и так далее. По, допустим, там пресс-конференции, обстрелам недавним Киева и Украины всей, когда пытаются утюжить ракетами, мы понимаем, что, ну, очевидно, никакого переговорного процесса в ближайшее время точно не будет. А как тогда вот эта формула мира, как она может сформироваться? Формула мира, на мой взгляд, должна сформироваться дальше, как и в годы Второй мировой войны. Агрессор должен быть наказан. Он должен понести полное военное поражение. Речь о территории Украины, конечно. Речь не идет о военном походе на Москву. Понятно, что тут точно будет применено ядерное оружие. И он исключен, этот вариант. А вот то, что должна быть одержана полная победа, военная победа, и нанесено поражение агрессора на территорию Украины, тут даже это единственный реализуемый и правильный, и наиболее безопасный, поверьте мне, сценарий для всего мира. То есть должно быть возмездие. Весь мир должен показать, что он способен мобилизоваться. И заставить любого агрессора, любого тирана считаться с той силой, которую сегодня имеют демократии, лагеря, свободного мира. Другого варианта нет. Все остальное ведет к хаосу, к гигантским чудовищным жертвам по всему миру. И поэтому формула мира должна включать, в первую очередь, военное поражение агрессора. Я говорил о том, что для путинского режима существует три сценария полного военного поражения. Много раз об этом говорили. Мы начнем с самого максимального полного освобождения оккупированных территорий, включая Крым. Это полный разгон, понятно. Второй вариант – это либо деоккупация Крыма, либо отбрасывание агрессора за пределы границ Украины, сухопутных, без Крыма, до 1991 года. Ну, условно говоря, выход на рубежи Донецкой и Луганской области, те, которые были до 2014 года. Вот до этой агрессии 2014 года, до этой гибридной войны. И третий вариант полного военного поражения Путина – это выход украинского военного силы на границе 23 февраля 2022 года. Это тоже будет абсолютно полным военным поражением Путина. И в этот момент, во всех трех вариандах, происходит максимальное ослабление власти с возможностью ее, потому что, извините, скажу своими словами, свержения и формированием новых органов власти, новой системы власти в Российской Федерации. Вот эти три сценария для Украины все, на мой взгляд, приемлемы. Я понимаю, что есть такая подвергность определенной критике, что нам нужно все, там, 1991 год. Да мы, может, и рады будем, чтобы они были границей 1991 года. Я сказал, что три сценария просто объясняют, что будет в России восстановить как полное военное поражение. Вот эти все три достижения вооруженных сил Украины будут воспринимать в России как полное поражение Путина, полное поражение агрессора и конец всей этой бесславной и позорной кровавой авантюры. А давайте еще проанализируем вот такой момент. А может ли быть какое-то внутреннее движение, которое поспособствует ослаблению, свержению и так далее, вот на фоне, допустим, тех событий, которые происходят там? Вот сейчас российские телеграм-каналы публикуют фото в буквальном смысле слова замерзших домов в подмосковной электростали. Более 20 тысяч проживающих в Подмосковье россиян остались без отопления в 20-градусный мороз из-за масштабной аварии на теплотрассе. Параллельно с этим Путин поручил национализировать климовский специализированный патронный завод после того, как авария на котельне предприятие оставила без отопления более 20 тысяч человек в подмосковном городе Подольск. Агентство пишет о том, что последние полтора года заводом руководил бывший охранник самого Путина Игорь Рудыко и полковник ФСБ Игорь Кушников, обвинявшийся в создании в 90-х одной из московских ОПГ. И на фоне коммунальных аварий в Подмосковье самолет Путина вчера вечером улетел в Санкт-Петербург. Об этом сообщает телеграм-канал БЧК ОГПУ. Ну то есть полетел, потому что боялся все-таки каких-то движений в этом направлении. Это же не только там. Мы видели еще другие города, которые остались без отопления. Люди записывали даже видео, чего раньше там не случалось, гневные, где вот говорили, давайте что-то там разберитесь. Плюс к этому всему протесты жен, матерей мобилизованных, которые выходят также на эти акции. Их не разгоняют, потому что это было бы уже вообще вверх чего-то там. Дают указания заливать деньгами, но все равно им надо вернуть мужей домой. Они об этом говорят. И вот как-то закручивается потихоньку вот эта пружина. Ну давайте так. Пружина потихоньку закручивается, но это очень потихоньку. Выходили из строя котельные раньше. Это не первая зима, и я боюсь, что не последняя. Я, когда служил в армии, как раз попал на этот период на... Это было давно, в прошлом веке. Но я как раз попал на тот период, когда лютые морозы в Подмосковье вывели в строя огромное количество котельных, и там замерзали госпитали, замерзали города и так далее. Ничего не произошло. Надо понимать, что это какое-то количество предпосылок к каким-то недовольствиям. Но, в общем, они будут купированы. Они будут купированы, по крайней мере, с точки зрения зимы тепла и так далее и тому подобное. Тут ничего не будет страшного. Это просто какой-то осадочек останется. Но он быстро проходит. Как тепло отдают, люди тут же моментально забывают о своих переживаниях, о своих проблемах. А если говорить о национализации, вот это, которая заявлена, и люди, которые с этим связаны? Вот эти движения. Национализация, госбандитизм никто не отменял, госрейдерство никто не отменял. Эта приватизация, так называемая, происходит каждый день. Я разговариваю сейчас с предпринимателями российскими, которые все еще работают в России. Они говорят, что это огромное... То есть страна отдана на откуп силовиков. Силовики могут сделать с тобой все, что угодно. Ну, если микро занимается экономикой. Отнять, посадить, убить, все что угодно. Ну, а огромные, так сказать, и доходы, и прибыли. И бизнес рискует. Поэтому здесь, к чему я все это веду? Такого вот... Постоянно идет отъем собственности. Челенинский патронный завод, на котором я там бывал и видел, человек там изготавливает. И даже мы там в заводском теле дали пострелять из различных видов вооружения различными патронами. Вот я все это знаю, этот завод. Я могу сказать, что это типичное явление. Отъем чужой собственности в России происходит. Это абсолютно полное, так сказать, произвол. И то явление, с которым в России сталкивается каждый день. Просто Климовский завод попал, как говорится, в объективы телекамер. Не более того. А тогда уже отнимают все остальное. Это уже... Никто даже внимания не обращает. Ну, вот, как говорится, есть огромная возможность на получение доходов. И есть чудовищные риски. Предприниматели существуют между этих двух огней. Поэтому здесь вот не надо думать, что там сейчас отняли Климовский завод патронный. Сейчас кто-то там что-то будет возбухать. Будет возмущаться. Тогда не будет. Что может изменить ситуацию? Тысяча раз я об этом говорил. Ситуация может изменить, конечно, в первую очередь ситуация на фронте. Начало поражения оккупационных архивов. Это спровоцирует определенные углубления раскола элит, в котором совершенно очевидно существует в Российской Федерации. Просто сейчас элит все выжидают. Так как нет каких-то осязаемых движений, нет никаких осязаемых изменений в ситуации. Но все говорят, ну а вдруг сейчас Путин окажется на коне. А вдруг там он убедит, а вдруг там начнется мирный процесс. А вдруг его опять все признают. А мы там против него выступили. Да зачем оно нам это надо? Мы не видим никаких, так сказать, с одной стороны дивидендов, если мы выступим против Путина. Но мы точно видим риски. И вот сейчас значительная часть бизнес-элит, и не только бизнес-элит, и региональных и прочих, так сказать, элит, которых мы нагружаем, они затихарились, извините за непарламентское слово. Они заняли выжидательную позицию. А так как, как я уже говорил, что нет никакой стратегии в отношении России, как добывать победу, как ее фиксировать, ни у Запада, ни у Украины, и нет никаких объединенных усилий и пониманий, происходящих в России, то вот эта пауза неопределенности, а ее все чувства, большая длинная пауза, она формирует бездействие ли. Вот чтобы просто вы понимали, что происходит внутри России, ну, крайне на мой взгляд, из того, что я знаю, чувства, ощущаю, понимаю, из того, что я знаю. То есть сейчас такое время в ожидании, что будет, в какую сторону качнутся весы, в какую сторону пойдет поезд истории. И пока он в никакую сторону не идет, идет вот такой вот, как говорится, существует раскол, существует недовольство, но в режиме стенд-бай. Да, кнопка включена, но режим вот этого, он не активен, раскол элит. Вот сейчас это происходит. Надеяться на то, что будут бунты жители какого-нибудь, Плимовска, там, электростали, Подольска, там, или что-то еще, и каких-то городов, которые замерзают. Надеяться на это можно, но это все-таки маловероятный сценарий. Маловероятный сценарий. Так же, как и разрастание движения вот этих жен военных, которые говорят, отдайте нам мужей. Ну, наверное, какие-то там будут сделаны уступки какие-то. То есть, эта ситуация, на мой взгляд, она будет потихонечку разрешаться различными действиями властей, в том числе прямого откупа, каких-то частичных уступок и так далее и тому подобное. На это надеяться можно, но это не является еще, как бы так сказать, нарастанием, лавинообразным нарастанием проблем и несчастья в Российской Федерации, которые могут провести серьезные подвижки общественного создания той части населения, которую Путин и войну поддерживает. Еще одна интересная информация. Путин предоставил гражданство боснийскому военному преступнику, причастному к убийству мирных жителей. Гражданство российское получил уроженец Югославии бывший офицер Югославской национальной армии Рад Касамоц. В 2013 году Босния и Герцоговина добивались его выдачи по подозрению в совершении военных преступлений против мирных граждан во время массовой резни в городе Ключ, а также в убийстве в 1993 году трех мусульман. Однако генпрокуратура РФ отклонила запросы его экстрадиции и освободила саматься из-под ареста. А зачем это Путину? Вот там какому-то хоккеисту или баскетболисту он дал гражданство, кому-то еще, и вот в этой всей череде и военному преступнику. Он просто своих собирает под крылой, или как это? А я не понимаю, почему это вызывает вопрос. Путин сам военный преступник. Та армия, которую он отправляет в Украину, совершает военные преступления, не военные преступники. Взял в руки оружие, пересек границу чужой страны, ты уже военный преступник. И что тут уявляет вас, в том, что военные преступники других стран, помогающие Путину совершать эти военные преступления в Украине, почему-то, так сказать, он должен им отказывать в гражданстве, в почестях, в льготах, в наградах и так далее. Нормальное явление для криминального путинского режима. Абсолютно нормальное, абсолютно понятное. Кстати говоря, насколько я так понимаю, этот представитель Югославии, бывший Югославий, Сербии, выступил с разоблачениями и публично сказал, что там ужасные отношения, какой-то там 119 полк, потому что не помню чего, его заявление опубликовано, ну, то есть попало в сеть и стало состоянием властности, где он жалуется на ужасные условия, ужасные отношения к Сербам, да и вообще не только к Сербам, ко всем со стороны командования российских оккупационных сил, которые там никому не жалеют, ни жизни, ни офицеров, ни солдатов, никого. Я понимаю, что поэтому мы про него знаем, про этого человека, и знаем его историю. Так что там тоже есть внутренние, внутриармейские проблемы очень серьезные. Но они пока не переросли в массовую службу против Путина в силу получения денег. И денег больших. И в то же время, да, если мы о национализации, с вами вернусь немного в эту тему, секретарь Совбеза безопасности РФ Патрушев готовит обширную национализацию. В ближайшее время российское руководство планирует взять под полный контроль государство рынок благородных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий, и это только начало. Патрушев считает государство самым эффективным менеджером, и по мнению секретаря Совбеза, в идеале частным может остаться частично. Сфера услуг, мелкая торговля, все остальное должно перейти под контроль государства. Воссоздание такого вот Советского Союза в такой извращенной форме это вот основная цель власти, я так понимаю. Насколько эта идея увенчается успехом, как вы считаете? То есть уже настолько все закручено и зажато, что даже вот поотнимать все у всех, национализировать и ничего не будет? Ну, давайте так, давайте все-таки мы объясним нашим зрителям, что никто, конечно, никакого СССР не строит. В СССР не было, государство не принадлежало никому. Да, бенефицарами были определенные части номенклатурной партийной бюрократии, но все же они не являлись хозяевами страны, государства как такового. и государство в силу своих догматов идейных оно не являлось чьей-то собственностью источником там непомерного обогащения. Сейчас под видом государства имеется в виду люди во власти, которые хотят у всех все выгодное отнять, переделить, захватить, контролировать, иметь гигантские финансовые потоки и собственность, куски собственности через процедуру, механизм отъема вот этой, как вы так сказать, Кримовский патруль назовут через госрекет. Вот, просто за всем этим госрекетом стоят там, допустим, высокопоставленные силовики, высокопоставленные ауклатурные чиновники и так далее и тому подобное. Они хотят все у всех отнять, но они перецук, на котором были сидят. Вот, отсутствие в России сейчас товарного голода, отсутствие в России проблем с, скажем там, с частной медициной, с частным транспортом и так далее и тому подобное, оно как раз объясняется наличием негосударственного сектора. Государство это самый неэффективный, самый неповоротный, самый коррумпированный, самый бездарный менеджер, особенно, когда он находится бесконтрольно, действует бесконтрольно от общества. то есть, допустим, если мы берем часть стран свободных, демократических, там есть государственная собственность, но она находится под таким жесточайшим контролем, что она, что государство вынуждено играть роль и выполнять роль эффективного собственности. Там просто жесточайший контроль, ну просто невозможно ничего сделать для того, чтобы там урвать кусок. А в России государство существует только для одного, для гиперобогащения правящих кругов. Поэтому то, что они хотят сейчас там отнять, определить, это они не хотят вернуться к СССР, это они хотят еще больше усилить, ускорить процесс своего обогащения незаконного, криминального за счет государственных рычагов. Ничего больше. Потому что все то, что там они брали от государства, они потом передавали своим же корпорациям, либо эти корпорации носили характер государственных типов, там какого-нибудь автранснефть условно говоря, «Газпрома». Либо они носили характер каких-то частных государственных структур, ну типа, допустим, Ростех, который там подмел под себя несколько тысяч предприятий, им просто тупо отдали, и в результате там получилось то, что получилось сейчас предприятие полностью развервальное, значительная часть, и по большому счету она служила только обогащению, но ничего они там не сделали, ничего толкового, и многое так сказать, просто уничтожили. Поэтому нет, то есть вот мы должны понимать, что это передел собственности, за этим не стоит никаких идейных догм, концепций, это передел собственности, тупой передел с использованием просто государственных рычагов и механизмов, ничего большего за этим не стоит. Ну и продолжу дальше, уж простите за такие сальные слегка заголовки, но так пишет телеграм-канал Кремлевская, это Бакерка, я процитирую, Кадырова ставил Донецк без яиц. Несколько недель назад произошел вопиющий случай, о котором стало известно только сейчас. Сергей Кириенко перед недавним посещением Донецка решил сделать жителям города подарок. Для этого накануне Нового года и Рождества отправил пять фур с яйцами, которые должны были реализовать населению по низким ценам. Кириенко был заинтересован, чтобы об этом жести узнал президент, однако акция закончилась фиаско. Караваны с фур с яйцами на пути в Донецк перехватили бойцы Кадырова. Рамзан Ахматович также испытывает проблему с яйцами в регионе, ищет всяческие способы, чтобы обеспечить Чечню. И по информации ТГ-канала курировал операцию по захвату яиц Апти-Ала-Удина, что показательно часть затрофеенных яиц передали нуждающимся чеченцам через фонд матери Кадырова. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что о конвое знало очень ограниченное число лиц, и увы, практика перехвата яиц сейчас бывает все чаще, именно поэтому люди Кириенко сообщили о караване из фур только Пушилину и нескольким его людям. Через несколько недель внутренних расследований сопоставив факты, Кириенко уверены, фуры с яйцами Кадыровцам слил Пушилин. Кириенко уже думает над наказанием для Пушилина и для Кадырова. А получится ли наказать Кадырова и Пушилина у Кириенко? Ну и в принципе, это вся история с яйцами. Что происходит, расскажите нам. Да ничего не происходит. это обычная практика в гору вора дубинку украла. Еще тут много что-нибудь происходит. Скажу, пословица на эту тему есть, мы были много столетий. Вот, собственно говоря, все, что происходит. Просто они там пытаются спустить пыль в глаза своему населению, каждый старается быть благодетелем, один пять фурс, яйцами отправляют, другой пять фурс. Ну, это, в общем-то, новость, которую можно, как бы так сказать, для юмора, для глумления, для издевочек и прочее, прочее, прочее. То есть, понимаете, я тут уже тоже, извините, начинаю таламбурить, то, что там в России не хватает яиц, это ладно. Главное, чтобы яиц хватало в западных странах, у политиков, у правителей, у правительств, чтобы не хватало яиц, достатки, чтобы была проверена необходимая политическая воля для помощи Украине в войне и в победе. Это, наверное, главнее, чем, куда делись яйца отправили Кириенко для того, чтобы он там выглядел на фоне вот этого бардака хозяйственного, выглядел каким-то там спасительным ситуациям. Ну, когда он не сможет приказать не по зубам ему, а только либо Кириенко, с Кушилием, наверное, там разобраться будет легче, если вы, отвечаю прямо на ваш вопрос. Кадыров это номенклатура Путина, Путин принимает решение, что же делать с Кадыровым или ничего не делать и вовсе, и договоренность, недаром там, блеял Кадыров в, по-моему, там видео своем общении или в видео общении с Путиным, что они его там очень сильно ждут и он подчеркивает этим самым, что у него есть особое отношение с Путиным, в которое там мало кто может вмешаться. Так что Кириенко вряд ли сможет что-то сделать против Кадырова. Ему проще там думать о Кушилии, но это пусть они там, это внутреннее дело, пусть они там со своими яйцами разбираются самим. У нас главная задача, чтобы яиц хватило на западе. В другом смысле этого слова это гораздо более важно, нежели там разбираться, кто у кого яйца уехал в предновогоднем празднике. Ну и не могу вас, конечно же, не спросить о ситуации в Эквадоре. Вы, очевидно, читали и видели о том, что в Эквадоре значит вооруженный конфликт по состоянию на сейчас. Заложники в телевизионной компании освобождены, там они были захвачены. Я напоминаю, тюремные бунты значит заключенные пяти тюрем захватили 125 охранников и еще 14 сотрудников. Два опаснейших мафиози Эквадора Хосе Фито и Колон Пика бежали из тюрем во время тюремных беспорядков. СМИ пишут о расстреле студентов в университете Гуая-Килле и в столице массово закрываются предприятия и торговые центры. Ряд чиновников эвакуируется из страны. Перед этим мы видели ситуацию, которая касалась Венесуэлы. Также можем ли мы говорить о том, что страны юга начинаются какие-то движения, какие-то беспорядки и чего тогда ожидать в дальнейшем. И вообще что за этим всем стоит? Вот так. Ну я не очень хорошо знаю ситуацию в Эквадоре, зато я неплохо знаю ситуацию в Никарагуле. То есть идет реванш. Захвачена власть в Никарагуле, захвачена власть в Венесуэле, там диктаторы, там упыри. Они навязывают народам режим тирании и диктатур. Я не исключаю, что вот это как раз проявление тех последствий, которые неизбежны вот настолько по всему миру, в случае не проигрыша Путина в этой войне. Вот оно то так и будет. То есть вот сейчас Путин не наказан, агрессия не пресечена, не видно пока еще окончательного вот этого разгрома оккупационной армии. И в этих условиях начинают разыгрывать свои карты, то есть демократию проявили слабость, они проявили нерешительность, и в этих условиях начинают оживать все эти упыри, которые раньше жили в состоянии замороженных конфликтов, например, конфликта в Израиле, война, которая была объявлена Хамасом, а Хамас это не субъектная структура, это продолжение режимов, это специально созданные этими реакционными режимами террористического формирования и поддерживаемые за счет ресурсов Иран, Катар, и так далее, многие другие страны реакционные, то есть вот оживляется вся эта реакционная сволота в мире, зашевелился там северный, северокорейский Ким, зашевелилась, так сказать, там ситуация в Африке, произошли ряд переворотов негативных военных, там, Вагнер и Путин участвовал по полной программе, то есть мы видим наступление диктат, наступление тирании идет во всем мире, они пытаются взять реванш за предыдущие поражения, поэтому чрезвычайно важная мировая ситуация, она, эта ситуация решается сейчас в Украине на поле сражений, и вот мы то, что сейчас видим, это мы видим как раз вот последствия, грядущие последствия, не дай бог, если война тирании не будет выиграна, война демократии против не будет выиграна, будут такие последствия, они будут как грибы возникать по всему миру, это очень опасно, это может привести к глобальной, тотальной войне с применением в том числе оружие массового уничтожения, поскольку, например, оружие массового уничтожения есть у Ирана, или может быть, ну, Ирана может нет, но он на пороге стоит, оно вроде как есть у Северной Кореи, оно точно есть у Китая, и если Китай будет поддерживать эти диктаторские тирании, режимы тирании, то может дойти там, предположим, конфликт вокруг Тайвана может привести к каким-то серьезным глобальным последствиям новогодним поздравлением Си Цзапин, в котором он заявил, что в этом году типа мы ждем воссоединения Тайваня и Китая, потому что там сейчас в Тайване все видят страшные сны по ночам, что вот это воссоединение происходит, просыпается холодно-потло от ужаса, понимаешь, чем все это грозит и чем-то обернется, поэтому вот как раз то, что вы сейчас говорите, я там не очень хорошо, давайте по-честному сегодня, конечно, разберусь, посмотрю, там, движущие силы, механизмы, участники и так далее, но то, что происходит, допустим, в Венесуэлле, в Никарагуа, ряде других стран, это как раз последствия нерешительности демократии, неспособности их мобилизоваться в тяжелые ситуации, когда идет война, и нанести поражение агрессору, вот это вот последствия, те, которые сейчас мы с вами видим, они продолжаются во всем мире, и они, не дай бог, если вдруг какое-то будет принято ошибочное решение, как в 38-м году Мюнхенские, так называемые сговоры, Мюнхенские соглашения, то количество войн, конфликтов возрастет кратно, или много кратно в мире, поэтому проигрыш вот этой войны может означать для мира катастрофу. Вот, собственно говоря, лишний раз мы видим подтверждение этих наших выводов и предложений. Да, ну вот, знаете, складывается такое вот впечатление, когда вот собирается толпа, да, и она вся шумит, 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 там, орет чего-то там, и приходит до какого-то безумия, там, когда и затоптать в этой толпе могут, и все остальное, да, вот эти точки напряжения, и пока кто-то один, там, лидер какой-то, не ударит кулаком по столу очень сильно и громко и не скажет прекратите, это все не прекращается, да, подобные ситуации в истории, вспомните Югославию, когда, к сожалению, да, не очень хороший пример с точки зрения гуманизма и человечества, но тем не менее, когда американцы просто применили вот эти вот бомбежки, потому что посчитали, что число жертв так, и число жертв, если это все продолжится, будет куда больше, или же та же история, допустим, с принуждением к миру Японии, да, вот это тот удар по столу, о котором я говорю, собственно, и вот в этой ситуации, которая складывается сейчас, вы сами упомянули Китай, и Тайвань, это понятная история, северная, южная Корея, мы упомянули Эквадор, Венесуэла, Никарагуа, страны Африки, также, страны Европы, кстати, заявляют о том, что надо готовиться к войне вообще, в принципе, что может стать в этой ситуации вот этим ударом по столу. Поражение Путина, нанесение поражения Путина. Путин сейчас, как бы ни странно, возглавляет этот профсоюз тиранов, и обратите внимание, они его все поддерживают, и Иран поддерживает, и Северная Корея поддерживает, и Китай, ну, может быть, не военным, но во всех остальных смыслах поддерживает, и африканские страны, африканские диктаторы к нему ездят, в Санкт-Петербург, или Хамас, и прочее, приезжают. Мы видим блокировку вот этого отребья мирового, которое кучкуется вокруг Путина. И вот нужно нанести Путин военное поражение, тогда они прижмут хвосты, прижмут уши, подожмут хвосты, так сказать, и будут бояться. Сейчас они видят, что можно, можно использовать вот эти методы, которые, казалось бы, ушли в прошлое в историю, для достижения своей цели. Методы агрессии, захвата, подвижения войн, и так далее, и тому подобное, ядерного шантажа, и прочее. То есть они считают, что сейчас вот тот момент, когда надо брать реванш за понесенные ранее поражения. Вот, собственно говоря, на нанесение поражения Путина, его оккупационной армии является, на мой взгляд, главной, главным уроком всем тираниям сегодняшним, которые должны понять, что добром их агрессия, их угнетение, их тирания, их диктатура, их вот эти все агрессивные планы, добром до них это точно не закончится. Вот сейчас надо это показать, что мир способен наказать преступника, который развязал кровавую войну в Европу. Спасибо.